Гомельским областным палацом творчества сидят сей молодой собрались простовники разных поколений. Тут и живые видовожцы падей часовой чиной войны и молодь, яка им кнецца заховывать память о Великой Перамозе и яе героях. В зале в Учне установа дукации областного центра, так само Лоевского, Решеского и Гомельского районов. Дарослые еще раз нагадали им про агульную народную трагедию, якую принесли советским людям в 1941-1945 годы. Были продемонстрованы кадры документальной кинохроники. У свою чаргу в окананне дятей гучали крональные песни и верши про падей военных алихалетия. Кульминацией мероприемства стали выступления и презентации школьников об героичной биографии своих прадедов. Присутные подшули 10 соправдных историй про ветеранов Великой Айчиной войны, які уденичили у Решеско-Гомельской вызволеншей операции. Я буду рассказывать о своем прадедушке Михальцове Александре Арефьевиче. Он рос, как все остальные дети, но помешала война. И он решил вместе со своим другом пойти к партизанам. Об этом узнали полицаи и приговорили к расстрелу. Его спасли, и дальше он воевал, освобождал Гомель, Брест, всю Беларусь. И вот сейчас мы живем в Гомеле. Я буду рассказывать о участнике Великой Отечественной войны Шпаке Сергея Ивановича. В 1941 году попал в плен, где и погиб. Наше училище нашло место его гибели и передало информацию родственникам. Урок «Миру», «Мужности» и «Патриотизму» был организованный Гомельским областным отделением Беларусского фонда «Миру» и примеркованный до надыходящей 73-й годовины вызволения города над сожем от немецко-фашистских захопников. Миротворшее мероприемство ладзилось в рамках республиканской военно-патриотичной акции «Устрои за усёды у памяти навечно». Акция продуглеживает долготерминовый характер и закликана заховывать героичную память про великую айчинную войну и перемогу советского народа, выховывать у молодзи пачуцё патриотизму и беражливого ставлення до героичного минулого своих земляков. И вот они расскажут о своих или прабабушек, прадедушках, или близких родственников, что они знают о их жизненном пути и их вкладе именно в победу, которую мы одержали над самым коварным врагом. Это трудно говорить, когда только Беларусь погиб. Каждый третий житель, а если взять в целом, сколько погибло во время войны. Поэтому мы должны детям об этом рассказать, чтобы они знали и помнили, и именно делали всё возможное, чтобы именно у нас был мир, дружба и согласие.